Уважаемые подписчики, после того как мы сняли крышку лобзиком, у нас появились острые края, которые нужно просто обработать пламенем. Мы для этого используем газовую горелку. Давай, Егор, покажем поближе, как это все происходит. Подойди поближе. А я уже... Пластмасса и пахнет. Ну, я думаю, все. Вот так вот, уважаемые подписчики. Уважаемые подписчики, сегодня будем снимать крышку у пластиковой бочки от подсолнечного масла, чтобы потом, в дальнейшем, ее применять в саду-огороде. Для полива. Начали. Сейчас не слышно! Лиза, лиза. А? Лиза, лиза. 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Значит, чтобы придать дополнительную жесткость, мы не полностью вырезаем по окружности, а чуть-чуть глубже. Ну, вы сами видите. Ну, вот как бы и все. Так, можно остановиться. Уважаемые подписчики, вот мы сняли крышку, а там, смотрите, еще сколько масла подсолнечного. Сейчас мы его просто сольем. Тормозите. Итак, уважаемые подписчики, после того, как мы сняли крышку лобзиком, у нас появились острые края, которые нужно просто обработать пламенем. Мы для этого используем газовую горелку. Давай, Игорь, покажем поближе, как это все происходит. Подойди поближе. А я уже близко снимаю. Подойди, подойди поближе. Так я близко снимаю. Тут я приблизил камеру. Вот так вот обрабатываем бочку с пилой, чтобы не поранить руки, чтобы сохранить руки целыми пилами, используемыми нашей бочки. Вот таким вот образом все как бы пропаивается, оплавляется, пластмасса и пахнет. Ну, я думаю, все. Вот так вот, уважаемые подписчики. Подписываемся, ставим лайки и бьем в колокольчик. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok